есть у меня такая скромная страсть собираю я монетки и даже как бы коллекционирую немножко и вот за 2022 год уже у нас середина осени можно сказать и вот наконец-то до моего города нижнекамска докатилась монетка в 1 рубль 2022 года все остальные монеты я успешно собрал с тем или иным успехом но вот это вот как бы одно рублевик достался более более тяжелой чем все остальные монетки знакомый принес досталось карманы просто отдал на владей ну и хорошо ну вот хотел похвастаться рубликами похвастался момент когда я собираюсь публиковать этот видео с этим рубликам совпадает на такой международный день заплесни белого сыра есть такой праздник и вот он как раз выпадает на 9 октября я 9 октября постараюсь вот про эту монетку видео выставить на всеобщее обозрение ну и поскольку такой необычный праздник хотелось бы рассказать немножко историю такого необычного продукта как сыр с плесенью который был кстати открыт совершенно случайно его родины является местечко ракфор во франции считается что этот продукт впервые изготовил пастух по неосторожностью он забыл кусок сыра в пещере и вернувшись через несколько недель он обнаружил там свой сыр который был покрыт голубой плесенью знаменитый ракфор в его современном виде получил распространение после тысяча семидесятого года однако упоминание о сыре с плесенью есть еще античного деятеля пления старшего эксклюзивные сорта продукта получает по особой технологии в древности сыродела оставляли в пещерах хлеб на 6 месяцев чтобы он покрылся плесенью дали плесень используя для изготовления сыра в пятнадцатом столетии население рокфор получила от карла 6 монопольное право на производстве сыра марки рокфор в наши дни плесень получает в лабораторных условиях позже ее распыляют над куском сыра для лучшего распространения грибков в сыре делают отверстие после того как плесень хорошо поработать над продуктом он приобретает своеобразный вкус и даже оттенки вкуса который который для гурманов каждому свой оттенок нравится свой сыр с плесенью есть не только у француз но и других народов например не менее знаменитые итальянцы делают плесневелый сыр горгонзола в англии производят сыр стилтон вот такие вот они имеют всевозможные оттенки вкуса от землистого вот я не представляю как-то в рот положил кусок плесневелого сыра и как бы у тебя во рту получается земляной как будто кусок земли но и люди от этого умудряются получать удовольствие ну стало быть в этом что то есть кроме того вот кроме того что я вам сказал что это вот такой деликатес и все такое прочее невероятно очень много всевозможных полезностей группе витаминов там всевозможные присутствуют и вот по медицинские по медицинским показателям вот сыр с плесенью это вот самые 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 то что надо это не я придумал это по всевозможные иностранные журналы и там у них вот это вот все написано о том что это невероятно полезно но важно сыр с плесенью не переусердствовать желательно не больше в сутки не больше 50 грамм потому что у кого-то может быть и аллергии и другие всякие побочные эффекты с кишечником хотя вот в том числе и для того чтобы навести порядок кишечники сыр с плесенью очень очень полезен ну что ж хотел я вам похвастаться монетки похвастался немножко рассказал о сыре с плесенью хотелось рассказать рассказал сам я его дети у меня его с удовольствием пользуются жена как-то привезла из далекой никому не нужной испании несколько кусочков там и типа европейский стол вот шведский стол что-то там такое выставляли в том числе был сыр и она вот мне его оттуда привезла как бы я когда-то вроде что-то пробовал и что-то мне понравилось но вот ежедневно этот сыр если специально не пойти и не купить он просто так не попадется поэтому вот рекомендую начать знакомство с плесневелыми сырами сорт бри есть такой сорт мне вот это вот мне очень сильно понравился я вам его тоже рекомендую как пробуется сыр с плесенью просто очень маленький кусочек ложится на язык там он согревается до температуры вашего тела и начинает после этого как бы свои вкусовые прелести отдавать так скажем вот чтобы немножко улучшить вкусовые качества этого сыра чтобы получить более полное удовольствие можно с фруктами и овощами его как бы заедать запивать за закусывать или очень хорошим марочным вином ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания всех с праздником с праздником с днем сыра с плесенью а